господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 249 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 17 августа 2016 года и далее оповещение на полном словом секта всех я это вижу раньше этого не было чтобы не видели чтобы не слышали секта секта неверующие все секта секта то есть на помощь себе призвал все яркие еда патриарха и власти и все это дело 20 лет травили народ большего злодейства за последние 20 лет на ра никто не сделал в россии вот избрали такого человек там стройной покрышкой там сколько гражданств у него прошел выучку в израиле в америке и заслали его под видом православия может кто-то видел понимал настолько же это далеко зашло дезинформация совершенно человек поврежденный во всем кафедры секта бедене кого-то обратил кто-то пришел нет конечно богопротивные вещи оскверняли страну уже профессор токсикоман затесавшийся в число граждан выставляющий христианство в дурном свете ну и о русском народе митрополит антоний что говорит я уже беру просмотре что за это время было сейчас открою наши ресурсы сегодня выставил я 5 8 роликов вот обед прощание с виталием только 41 минута прошедший день тем что были за рис уехал очень довольны и мы им довольны волков владимир иванович и он у нас напротив пруда первого это у нас 7 прудов получается теперь внутри деревни прямо ну колея пробита вода стоит я попросил его возвести как бы небольшую насыпь и он сделал мы вчера там десять человек пять нас лагерных и 5 деревенских трудились укладывали завтра может песок привезут это посчитала 85 метров очень дорогое удовольствие дороги делать за свой счет вот он у нас был работал здесь сколько-то 4 числа пришлось заплатить 150 с лишним тысяч за работу так как условие такое было ну и на следующей неделе если господь благословит будет видно как приехал их начальник валерий владимирович рассчитываем все потом поехали посмотреть как сделано было очень добросовестно и честно целый день вчера мы были на этом участке дороги пока погода есть позволяет что интересно вызывает в уголовный розыск наших за то что вора задержали вора доказывать не надо им в обратном порядке работает невиданное дело раньше такого нет человек объясняет я заблудился заблудился таксист куда ездил таксист среди ночи четыре часа кому никому где мог заблудиться заблудился значит не знает дороги случайно она его вывела а дальнейшее прямо на глазах все это видно что это ложь непрерывная ложь четыре часа там его не они лыглушковой в сарае лазили я посмотрел еще где что там потерял а у них с собой ничего нет там фляга у алюминиевые решетки собраны и четверо было трое в кусты горит сунулись и милиция полиция даже не ищет и не пытается приезжает какой-то женщины и здесь заблудился а до этого приезжал полицейский в корчено не было в кадникова и он как полдня искал по полям пока дорога вывела на вас днем а а это ночью он пришел бы потеряевку когда дорог нету суда нету с той стороны перекрыто с это не знаю искать никого откуда воры идут и полицейские из этой же без этой же деревне который у нас поставлен теперь как участковый ну не знает дороги не знает ну давай допустим так просто прыгнул через березы и встал теперь а чё ж ты бежать то когда вышел хозяин и рванул на машине то и притом прямо дорога светится аж дорога хорошо видать уже и она щебенка прямая нет он свернул там куда днем никто не свернет во-первых грязь дальше стоит техника и дальше эта дорога разветвляется и самая такая невидимая дорога прямо на травой заросший на кладбище к ним туда в кадникова и он по этой дороге бежать но и дальше по гречке и прочее ну тут все говорит как это незнакомая местность и случайно забрел куда поехал кто бы тебя вызывал таксистом приехал куда дальше потерявки никого нету из какой-то деревне дальше и вызывали сюда весь своей ты приехал свои товара уже знают они ну не ну прямо ну все на виду нет а вот вы его он встречное заявление написал да это азы преступного мира ты встречное пиши лучший вид обороны наступления и написали и вот там то и другое делали избили машину повредили ничего этого не было и они теперь расследуют наших потеряевских угрожает видимо я не знаю какими там словами но главное вызывают вызывает приезжал начальник уголовного розыска пообещал разберемся ну я доверился александр воле виктора и звать дай бог чтобы разобрались но главное что наших ребят уже трогают я говорю только одно не солгите нигде ну володя который задержал церковь никогда не ходил видимо совсем не верующий не знаю да благословит его бог но вполне может допустить где-то неправду то есть ему могли этому как наркотики подсовывать карман такая там остановили машину высадили ему там талана толкали в багажник разное того то а дорога то он выкинул нету он не вор нет это вы вы потеряевские это вы его избили то есть заступаются а тут просто так живет 30 с лишним лет парню звать евгений как работаешь где работаешь нигде она что живешь на мамкину пенсии на старушки ну понятно же все тут другие кто заступался там кто там за него мог заступать это когда если ну кто она те которые в кустах сидят ужасное положение я нахожу этому объяснение перед кончиной власти тот никакие советники и какие воины никакая сирии не помогут народ восстанет изнутри взорвется все если так дело делает полиция как пишут оборотни убивают друг друга недавно читал ужас берет только страсбургский это суд там решает еще милиция сама себя истребляет ездили мы по ростову потом обнаружили банда банда полицейских во главе женщины полицейской убивали людей дальнобойщиков и вот считаешь ужас щит и меч газета и вот они сейчас здесь нет отобрали у нее документы на и правильно как это отняли у нее документы допустим я не говорю с присутниками как конечно документы на первую очередь телефон чтобы не дал сигнал так вы его там то другое ой-ой-ой и вот это вчера уже подходит что я говорю только одно спрашивает наши вызывает что делать ну ваше дело что делать ехать незачем вы ничего нигде не брали вы сидите на месте работать и каждая минута дорогая а за 60 километров ехать зачем допрашивать его пускай вот он перед вами если у нас что все время ворует овейщик батюшкиных тут игорь вы сколько переворовали муку со склада тащит уже и ловили тут четыркин был володя с сожительница счета не заладилось ну она сразу сколько он ворует у вас его тут же выдала его ничего еще посадили нет конечно заставили вернуть он шла у насос украл вот он привез поросенка привез поросенка а сказал ты ездишь мимо нас матушка тебе изнасилую на разъезде он уехал теперь а потом приехал поросенка и обратно забрал нельзя сказать то есть ну какая же это работа полицейских то как секретарь прокал у златоуста был и он этих жалобщиков все говорит владыка ты прогони их жезлом твоим это войне простили прогони тут не прогонять гортвор должен сидеть хотя бы побеседовать мне не надо чтобы он сидел вот я я побеседовал поговорил игры каждый здоровый такой не работаешь она с десятера был у отца инвалида войны без руки без руки был и никто не воровал так держали а здесь нет прямо слышали как сел полицейский который приезжает пузатенький такой все боятся что их снимают боятся нургалеев не боялся вот и президент не боится глава администрации не боится везде его снимают а я не снимайте не не тайна открыто все еще боятся то боятся а раз боятся горитрылся в пуху и он села слышит говорит с этой потеряевкой надо разобраться это что они пуп земли какой тут воображается это полицейский пришел разбираться по пойману вору и он на нас сразу же на нас не вмещаются злодеи его там не приняли а что я к вам приезжал вы меня там по другое должен был ждать на меня это на меня да во первых ты приезжал в лагерь зачем ты приезжал делать тебе там нечего зачем приезжал сначала первого про зачем ты приезжал зачем я тебе нужен а в третьих меня в лагере не было я не знал даже что ты был там он только весит и мстительный такой злопомнение как в распотребнадзоре что их не пустили я близко нельзя подпускать к этой должности дармовое корыто нашел каждый раз тогда приехал тут разбирались на крыльце тоже по одной особи сарковного не хочу чтоб снимали как это наша территория на сарковное крыльце стоит и не хочу снимали сиди дома тогда умолк а кто-то смотрит и делает ссылки да не уголовники они делятся там мафия одна и та же воры эти воры в законе под формой они делятся между собой зачем он его защищал вора вора защищает притом защищает приведи его сюда пусть он ответит на эти вопросы незнакомое место как ты попал среди ночи когда дорог нету как куда бы ты приехал еще бы ты останавливался среди деревни если вышел хозяин ты бы наоборот радовался я заблудился не подскажете какое село нет он рванул тут не надо быть никаким даже шарлоком холмсом не надо эту порфирио расследовать преступление наказание достоевского вообще не беседует и ничего но это даже не выскажешь какие непрофессионалы пошли это перед гибелью власть вот такое травлить народ банды гуляют и ничего не делает беспризорные дети вот смотрю тут гости выставил сейчас материал 5 этот у нас день такой прошел день напряженный землю копать тяжелая сапог уже у меня не знаю выдержит не выдержит стопный у никиты прорванные носки торчат первых как у старика хоттабы землю копать кидай ведрами носим но эту возвышение это сделали все таки вручную я принесли принесли мне лестницу я стал лезть а нас плохая и так из дерева напилил палочек снова ступеньки сделаны палец и опилили все ветки деревьев которые надо этой на нашей трассы это спускаются теперь платить если привезут камазы песка и щебенку это больше чем в сотню влетит еще тысяч заботы так сколько а тут никакой заботы никого не ловить поймали готового преступника они на нас то есть не ловить это наши люди вот такая мысль напрашивается это зачем ты тронул нашего человека откуда полицейские от той же деревни это тут вопрос за вопросом и он уже сел они написали встречи ну может он написать встречи что его изнасиловали еще что-то его продали в рабство там всякую и все это расследовать я должен отвечать пусть он докажет сначала это суд решает а не уполномоченный там или кто-то суд решает подает суд если машину повредили у кто трогал или били его но раз они говорят отобрали документы сели за руль значит он уже знает что даже делать если это сделали нужно только поблагодарить жителей как грамотно сработали задержали не побоялись не тут-то было это событие одного дня тревожное время тревожное тут зарю зарей смыкал мужик как пишет твардовский работа тут вызывает еще бы я поехал то зачем я на своей территории работаю у меня время минуты нету минуты нет а ты ничем не занимаешься придет время тебя выявят кто ты такой сегодня говорят ролики там на нас поставили похабные составляют и это означает люди не такие как мы и далее я стою на правильном пути это еще одно подтверждение сатана так лютует вот так дальше показать что у нас есть ресурсы вот мой мир вот он мой мир посмотреть что тут еще есть поглядеть вот у меня интересно здесь есть иерусалим на ум так вот я воткну погранцы грандиозно написано но тут какие-то данные будут смотрите внимательно блюхер поставил весь иерусалим сотня фотографий отличного качества вот посмотрите внизу может быть увидите но теперь я его ткнул смотрите что получится что-то откроется вот откроется ли ну даже открыться о какие иерусалим вот и пейзажные фотографии мусульманский квартал зима люди старый город ну допустим я нажал старый город что выходит вот он старый город вот пожалуйста башня Давида я нажму ее башня Давида вот она башня Давида смотрите какого качества это сотни-сотни фотографий а тут что такое нажму нажму знаю так полюбить свой город еще один нажму о машин тут сколько набилось но вернуться назад это старый город еще что тут есть сколько тут всего понастроено умеет паломников встречать евреи храм гроба господня нажмем посмотрим вот оно какое дело красота то какая а тут стоят люди это храм господня сколько раз два три четыре пять шесть семь восемь двадцать четыре снимка а вторая это одна страница это вторая плащ стена плаща центр города какие фотографии отличные стоят книги вот это мусульмане еще покажу что тут такое молятся кто-то суда свечки тут какие здесь постановки то есть умеют принять ну вот кто желает тот может зайти попутно показал бляхер фамилия его бляхер вот тут надо смотреть далее у нас ленточный ну тут между собой православный форум задают вопросы с собой тоже разговаривают но еще у нас есть это во свете библии сайт называется очень богатый около 50 книг насчитано мною аудио и вот самое главное это вопросы ответы по темам 4124 у нас еще есть живой журнал вот я воткнул живой журнал домой не обновляет его вот жизнь православная община опять промахнулись это сергей козлов великий пост эти как это разное там у меня открытые в фейсбуке и в твиттер одноклассники контакты я нигде не бываю свои открываю и все так где-то редко когда что-то посмотрю теперь посмотрим сейчас обновлю страницу обед возле южного пруда 12 прощание с виталием 22 посещения за 27 минут события дня ну вот на этом все это все и а а и и и и